приветствую всех на канале посмотрим что у нас тут а у нас тут микрухи микрухи это сдвиговые регистры вот их достаточно много по моему около 30 штук или 20 штук вот сдвиговые регистры микросхемы это цифровые для чего они необходимы если у нас допустим контроллер типа arduino то там количество пинов всегда ограничено если мы будем подключать циферблат например кто там количество пинов понадобится но по порядка 11 12 точно не помню сколько но если по соединять параллельно пин циферблата каждому пину arduino вот для экономии пинов необходимы такие регистры то есть суть состоит в том что подаем последовательно биты биты заносится в память вот этого регистра и затем этот регистр передает уже параллельный сигнал то есть восемь выводов 8 пинов на устройство например на циферблат можно применять светодиоды можно другие какие-то устройства так что это довольно таки ценные микросхемы сейчас вот такой циферблат подключим к arduino для этого будем использовать наши сдвиговые регистры чтобы уменьшить количество пинов используемых на arduino собрано состояние вот так у нас получилось здесь у нас микросхема понадобились резисторы номиналом около 200 150 он достаточно эти еще провода продаются тоже ссылку да вот очень удобно с ними соединять вот на каких монтажных платах ну вот собственно arduino uno у нас тут с этой стороны подключена этот провод для того чтобы последний питание сначала мы компьютеры с разработаем скетч и зальем него и потом посмотрим что получится здесь накидал я небольшой скетчик для демонстрации работы нашего воздвига регистра применительно к циферблату вот такие переменные обозначает какие мы пины и используем следующий вот интересный массив переменных вот необходим для чего для того чтобы закодировать битах нашей цифры от 0 до 9 всего 10 элементов у нас соответственно количество цифр каждое 0 означает что данный сегмент он не будет зажигаться всего у нас получается 8 сегментов 8 8 сегмент это у нас . я поставил точку там где цифры у нас четный где нечетный . не горит таким образом это опытным путем подобрал вот далее задаем индекс который будем дальше пользоваться это стандартной процедуры открываем наши пины для передачи данных вот и вот собственно цикл цикл он будет повторяться многократно вот это условно оператор нужен для того чтобы наш индекс не превысил девятки если он превышает мы опять возвращаемся к нулю следующий оператор переводит зашелку закрытое состояние для того чтобы мы могли передавать данные так передаем данные оператором шрифт и потом защелкиваем наш гистер делаем паузу необходимо для того чтобы цифры не мелькали слишком часто и увеличим наш индекс чтоб перейти на следующий цифру ну вот и все весь наш скетч мы загружаем нашу ардуино происходит компиляция вот все говорит об успешной компиляции сейчас мы подключим питание подадим над с помощью такого пауэрбэйка подаем питание и у нас цифры начинает меняться как и было задумано так от 0 до 9 причем четный сопровождается . справа он так было задумано но и вот но все работает прекрасно отлично